Он был с чувством юмора, он был, во-первых, грамотный очень человек, он закончил КПИ. И уже тогда намечались ростки вот этого тренерского умения, как вести себя, что оно. Скажу еще немножко другое, что вот как, когда он был футболистом, он очень не любил физическую подготовку. Он всегда, мы вот бежим кросс, он где-то спрячется и на обратном пути догоняет. Не любил, а когда он стал тренером, основной вопрос именно на физической подготовке. Мне посчастливилось с ним играть и в Киевском Динамо, и в Шахтере. Мы начинали вместе, а Валера пришел в 59-м году в команду. Совсем пацан, совсем молодой, совсем такой, как мы говорили, он такой, знаете, был худой такой, невзрачный. А потом вырос в хорошего, я даже сказал, отличного футболиста. Ну и заканчиваем мы вместе в Донецке. Они с Олегом Базилевичем пришли в Донецк в 65-м или в 66-м году, я сейчас точно не помню. И мы вместе там заканчивали, играли два или три года вместе. Гениальный был, конечно, психолог, стратег. Ну и, наверное, у него, знаете, как всегда говорили, сравнивали, что Лобановский с ним по цифрам, да, у нас эти все сравнивал. Но при этом он, это у него было как дополнение. Все-таки он чувствовал, да, кто на данный момент лучше себя чувствует и кого нужно ставить играть, кому доверять. Мы многому чему научились и осознание, скажем так, уже потому что зрелый возраст был, но осознание и футбольной жизни, да, и просто по жизни. Я думаю, что раз мы сегодня здесь и помним, значит, наверное, дал он многое нам, каждому из нас. Да практически все, каждый день прожитый, да, под его руководством, это, в принципе, это часто понимаешь. Тогда, может быть, не все осознавалось до конца, да, но это действительно тот этап, который с ним просчастливилось, да, работать. Это, наверное, светлый момент. И в раздевалке от него очень много, можно очень долго рассказывать его выдержанность, выдержка, и то, как он мог, в принципе, настроить. Это даже не настроить, своим молчанием, своим внешним видом уже этого достаточно было. Я не ожидаю, как будут развиваться события, удастся ли нашим врачам вывести его из того состояния, в котором он был. И для нас всех это был шок. Это был огромнейший шок. В принципе, мы долго не могли прийти в себя после всей этой ситуации. Я могу сказать, что, если я таки буду, педу поступам Валерия Васильевича Ломановского, то очень много его идей, его думок я буду втёлювать в свою работу. Редактор субтитров А.Семкин